Так, ну приключения продолжаются. Мы приехали в Симплакерт. Это самый известный руин-бар здесь. Вот теперь опять паркуешь машину и думаешь, что делать. То есть, ну, платить, не платить. Вот Хиротовина стоит. Куда надо платить? Монет, естественно, нет. Там есть что-то, по-моему, другое. Вот. Нужно платить сейчас уже. Сколько времени? Уже больше девяти или десяти. И мне еще нравится, пишут умные подписчики. Но это правильно. Нужно изучать правила той или иной страны. Ну, какое изучать? У нас времени поспать нет. Нет, сидеть и изучать. Здесь я читал это, естественно, все. Но кто-то говорит одно, кто-то другое. Видите, нам сказали, что вообще после восьми, после девяти не надо платить. Сказали в кафешке здесь, что после... Восьми, девяти часов не надо платить здесь за парковку. Видите? Ну, видимо, возле парламента и после десяти платят. Потому что самое центровое место. Ну, что меня туда поперло? Не знаю. Ну, поперся я туда. Такс. Идем сейчас в Симплакерт. Я вообще не по этим всем барам. Но так как это известное место, надо идти. Надо посмотреть. Надо поснимать для вас, что такое руин бары. Хотели подойти к Симплакерт. Нам уже предлагают траву. Дети показали свои паспорта. Ну, вот так вот. Я даже не знаю, здесь музыка играет. Буду ли я слишком много показывать? А у Оли спрашивает паспорт. Типа несовершеннолетняя. Ха-ха-ха. А я старикан. Мне можно заходить куда угодно. Вот так вот. Видите, это выглядит. Прикольно. Руин бар. Туалет в Симплакерт. Как вам такой контент? Ха-ха. Мама дорогая, посмотрите, какой цирк. Вот так вот. Это выглядит в Будапеште. Это то, что я говорил. Я в Берлине особо-то не видел движа, но мне кажется, что он примерно такой же трешовый. Местяк в лучших арамбольских традициях. Диджей играет. В лучших традициях какого-то там Trip Foundation и прочих мест. Это еще раз доказывает то, что людям дизайн, интерьер не так важны. На самом деле, чем проще, тем даже лучше. Всякие мостики. Бухающие люди. Я бы, конечно, поел бы. Хочу бы есть. Так, ну что ж, вон так вот. Будете иметь представление, что это такое. Я же говорю, в лучших традициях Trip Foundation. По Банжинаму все разрисовано. Но зато самобытно и уютно. Люди сидят в каком-то, что это такое? Это даже не бар? Нет, это бар. Один столик здесь есть. Вот, как-то так. Тусить мы не пошли. Я не пью, а человек не бухает. Я не знаю, я взял себе денор какой-то. Хочу есть, умираю. Сейчас что-то сделают. Шаурмы нету здесь в любом случае. Шаурмы? Шаурмы нету, не много. Не много, шаурмы. И сколько это? 2000 грамм. 2000 грамм? Да. 2500 стоит здесь. Возле самого модного места. Это шаурма. Так, ходили когда-то в шаурмичную. Тут человек разодетый. Тоже решил себе шаурму взять. Так. Ой. Ну что, в принципе, я не против поесть вот даже такую. И она выглядит очень даже ничего. Но, правда, цена 7 долларов. 7 долларов за шаурмичку такую небольшую. 7 на 4. 280 гривен. 280 гривен за шаурму. Но у нас в два раза дешевле стоит. Что могу сказать? За 280 гривен. Дороговато. Но могла быть хуже, конечно же. Она. Она, в принципе, маленькая. Она, в принципе, не такая вкусная, как у нас. Но для этих мест я считаю, что она неплохая. Потому что мясо не сухое. Соусы классные. Единственный минус. То, что она вся разваливается. Я не знаю, почему они не заворачивают, как в Одессе. Завернули со всех сторон. Ты ешь шаурму, наслаждаешься. И не вот это вот. Не ловишь все то, что оттуда выпадает. Это очень странно. Но почему-то вот Гирос тоже в Греции так делают. Здесь тоже вот этот денор так делают. Ну, непонятка. Стремные типы предлагают наркоту здесь. И кокаин. Все, что хочешь тебе предложат. Я говорю, что мы так похожи на наркоманов. Я не знаю. Так, вышел. И сразу возле дома оказалось, что работают ребята. СТО. И это так интересно. Вот венгерцы, да? Венгры-венгерцы. Такие дядьки работают на таком... Мы привыкли, да? У нас СТО. Там все в мазуте, все грязно. Бутылки от пива там или банки. Интеллигентные два мужика. Чистенькие, красавчики. Работают на этой работе. Ну, по-европейски, что сказать. Тут действительно приятно посмотреть. Вот. На типочков. Посмотрим. Зарядили там буквально две тысячи этих местных. То есть, сказали, да, не вопрос. Ну, не турки, понимаете? Потому что турки, они же на лоха все время. Вот. Мамой клянусь и так далее. Сейчас все сделаем. А эти ребята сказали, да. Вообще не вопрос. Приходи. Две-тве тысячи. Надо посчитать. Это пять долларов, наверное, где-то. Вот. Вот это отлично. Вот это по-нашему. Понимаете? Надеюсь, столько и возьмут. Потому что машину они еще не видели. Но я думаю, что они не наглые идиоты. Так что вот буквально по этой улице проедем вперед. Налево. И, надеюсь, поменяем фонарь. Будет круто. А вообще это такой смешной тип. Посмотрите. Гарденхаус там, где мы живем. Та-дам. Автосервис. Вот же ж. Именно в Ваше. Нам надо найти, где поставить фонарь. Вот. Они, правда, не работают. А там, типа, работают. Поэтому поеду туда. Да. Куда мы поедем? Поедем на озера термальные. Озеро есть знаменитое термальное. И там еще большое озеро. Красивое. Не особо термальное. Вот. Три метра глубиной. Известное. Самое большое озеро в Центральной Европе. Поедем туда. Поселимся. Поживем там минимум два дня. Пойдем в себя. Поделываю видосиков. Ну и наш путь продолжится. Так. Ну вот. Нашел гирос. Решил поесть. Что-то здесь вроде сесное подоим. Класс. Да. Конечно, кафешки, магазины здесь в таком состоянии. Ну, как бы в советском. Все именно. У нас даже таких вот вообще не осталось. Это очень так странно выглядит. Но люди в этом живут. И не делают некие евро-ремонты. 183 гривны. Вот такое. Типа 400 рупий рублей. Ну, по вкусу, в принципе. Сколько стоит. По данным меркам. Так. И по вкусу. Так. Ну, вот так вот выглядят эти форенты. Наконец-то я их увидел. Снял с карты. Немножко заранее. Для того, чтобы заехать, менять фонарь. Вроде сказали, ну, тысяча-две тысячи. Прикольно. Посмотрим, правильно ли я услышал. Если правильно, то сделаем выводы по поводу турков и по поводу венгров. А правда, так нельзя уж подходить ко всему. Есть нормальные турки, есть нормальные венгры. И наоборот. Ну, так. Чисто ситуативно. Чисто по моей ситуации. Азиатов много здесь. Просто много. И никогда бы не подумал, что именно в Будапеште будет много азиатов. 200 километров от берега, от Украины азиаты обитают. Хотя на самом деле, вроде и смешно и грустно. Потому что после войны кто будет в Украине вообще работать, уже говорят про то, что будут завозить мигрантов каких-то. Потому что 600 тысяч уже истреблено. Ну, ладно, не будем. А грустно, конечно, не хотелось бы увидеть Одессу. До такой степени мультикультурным городом. Да, мы собираемся. Едем дальше. И эта кровать, это было самое ужасное, что было со мной за последние, не знаю сколько, месяцев. Она узкая. Так вообще, что она уже, чем раскладушка. У меня такое ночью было впечатление. И она вот так вот, как труба идет. То есть, здесь матрас идет вниз, а посерединке он выпуклый. И ты такой скатываешься все время, как будто реально ты кот на трубе спишь. Это ужасно. Я как? У тебя это нормально, а мне? Мне что-то не очень. Я надеюсь, кровать будет поинтереснее дальше, куда мы поедем. А куда мы поедем? К озерам. К известным термальным озерам. Пока еще в Венгрии. Ну, это, ну, просто нет слов. Я когда-то этот фонарь вставлю или нет? Ну, что это за херня? Ну, договорились, что я подъеду. Ну, что у них обед? Почему они закрыты, а? Я специально опять бабки снял, чтобы поменять этот фонарь. Почему у нас всегда все работает, а у них никогда ни хера не работает? Ну, и что? Ну, вот что, они кушать пошли? У них час обеденный перерыв, наверное, да? Сиеста. Нам надо ехать. Ну, вот кто бы мог... Ну, как, ну, в 12 часов, что у них по закону какая-то херобора опять, а? Ну, а что делать? Что делать? Может, мне вообще не снимать от греха подальше с карты деньги? Может, надо как дебилоид не подготавливаться к этому, и тогда все получится? Ну, вторая страна, и я опять снимаю деньги в стране для того, чтобы оплатить этот фонарь, и опять закрыто. Парень говорит, ну, они, наверное, вышли. Попробуйте через пару часов подъехать. Как-то так. Я так радовался уже, думаю, все, сейчас собрались, выселились, как раз занятия закончились на данный период времени. Сейчас сядем, поставим, поедем сразу в путь. Нет, херос два. Нашли пацанов. Ну, они заряжают 10-15 долларов. За то, чтобы поменять этот фонарь. Везде, видите, разные цены. Вот это вот красота. И вот эти камеры. Вот они везде здесь. Я не знаю, это шоу «Большой брат» или что они снимают. То есть, посмотрите на фасады. Их тупо просто нет. Все облезло, и все страшное. Но камеры, да, камеры есть. Камеры везде. Типа, ну, вот засадить, по-самому я не хочу, это милое дело. Оштрафовать. Ну, можно же штрафы все-таки вкладывать в дома хотя бы эти. Я не знаю, куда они их тратят. Ну, потому что здесь везде камеры. Каждый перекресток. Они везде. То, о чем я вам говорил. Снимаем клипсы. Как бы и все, по идее. Не, мне Будупеш нравится, как и нравился. Ну, меня бесит вот эта вот вся история, что ты боишься здесь вообще где-то припарковаться, что-то не то сделать. Вот я вчера попытался расслабиться возле парламента, иди сюда, на, получи. Я думаю, с этим количеством штрафов, ну, все это должно выглядеть по-другому было бы. Ребята, поздравьте меня. Пусть это дороже, чем предполагалось. Но теперь у меня полностью вот эти стильные фонари с Е-93, такие длинненькие, одиодные, они работают с двух сторон. И теперь я крутой. Ну, что, мы едем теперь на озера. Озеро, которое глубиной 3 метра представляется такое мелкое-мелкое, но самое большое в Центральной Европе. 190 километров до туда. Поехали. Поехали. Какой-то тут модный городишко по пути был. И Оби, и все, что хочешь здесь. И KFC, и Burger King, и Shell. Женщина. Я туда выехал почти на круг. Теска есть. Видите, дождик идет. Дождик. Так, ну, мы в Burger King. Что тут, посмотрим, почем вопер у нас для народа. Сколько их здесь разных. Где-то есть просто обычный вопер. Покажите мне. Вот он. 7 долларов 30 центов. Вопер King меню. В принципе, для вопера это нормально. Для меню. Поэтому... Ну, не особо-то и дорогое меню в Венгрии. Нравится мне вот эта история у Burger King. То, что можно наливать сколько хочешь. Но, правда, это далеко не везде. Это только в каких-то избранных кафешках. Вот ребенок переживает, плачет. Что как-то не получилось что-то ребенку этому купить. Так. Оп. Набрал себе Ginger Ale. Вот так вот садишься. А там тачка. Притаилась такая хищница. Несмотря на то, что 55 профиль резины. Высокая резина такая дедовская. Но все равно она очень-очень низкая. Можете сравнить. Вот машина. И вон. Это Skoda. Итак, венгерский вопер. Сейчас будем его пробовать. Как он? Ну, он реально безумно вкусный. Я не знаю. Прям реально очень вкусный. Неужели он может бодаться с канадским? Он с грузинским точно может бодаться уже? Сейчас уже Грузия немножко, может быть, на третье место уходит по вкусу. Классное мясо. Классное исполнение. Вообще и картошка очень крутая. Прям очень вкусная. Может быть, это зависит непосредственно от заведения. Ну, не знаю. Я, видите, на все заведения не хожу. Во все Бургер Кинги где-то, куда я приезжаю. Но вот этот Бургер Кинг прям шикарный. Я не могу. Это реально очень вкусно. Ну, давайте так. Канада и пусть и Венгрия будут вместе идти теперь ноздря в ноздрю. Потому что я даже не помню, что там было в Тбилиси. Там было неплохо. Но я бы запомнил, если бы он был такой вкусный, как этот. Это было безумно вкусно. Я запомню этот Бургер Кинг на всю жизнь. Что это за городок? Посмотрите, можешь посмотреть? Где мы сейчас находимся? Это все не смотря даже на то, что я вообще есть не хочу. Потому что я поел перед выездом, в принципе, ну, незадолго. Вообще не хотел есть. И при всем при этом это было вкусно. Да, это снова мороженое. Каждый день себе говорю, блин, надо бросать с этим сладким. И каждый раз что-то покупаю снова. Новое, интересное. Пока в Европе хочется лопать всякое вот такое. А городок-то необычный. Посмотрите, он классный. Вот сейчас мы ехали. Куча всяких супермаркетов, кафешек крутых. Все чистенько. Классно. Это не наша Сергеевка. Хотя напоминает немножко чем-то. Там Бугас Сергеевку. Видите, Гринвуд какой-то здесь. Кафешки. Оказалось, что мы возле того самого озера, болота, которое происходит от слова. Болото. Болто. Сейчас посмотрю, как оно называется. Я уже решил проехать к нему поближе. Хоть на него посмотреть. Мы едем мимо него. Останавливаться возле него не будем. Вот. Так. Ну вот. Я не знаю, здесь какая-то парковка. Ага. Она закрывается. Ясно. Не успели. Сейчас где-то в другом месте припаркуемся. И покажу вам то самое-самое большое озеро в Центральной Европе. Вот так вот. А вон там оно уже вроде виднеется в конце улицы. Взял прохладительный напиток. Припарковался где-то возле какой-то базы отдыха. Как-то так. Ну, пойдемте к озеру. Ну, что ли, прогуляемся. Точно. Называется это место Болотон. Болотон. Ну, самое прикольное это то, что оно... Болотон из-за того, что там... Ну, обычная глубина здесь 3 метра. Оно очень мелкое. И видите, здесь люди по пояс. И там люди по пояс. Здесь самая большая глубина 12 метров. Сюда можно идти купаться. И вот уточка даже есть. я здесь нашел туалет но меня настораживает одна надпись как бы вроде хочется но 120 сантиметров я не знаю венгренером мощные ребята но я явно не тяну посмотрите да однозначно вот такие душ душ душевые штуки есть посмотрите какая-то женщина есть бюст и не только раздевалки family changing room люди себе купаются в этой лужице мама дорогая лебедь на пруду видела посмотри здесь лебедь есть звезду он качает нара по ночам сейчас вот нет ну красавчик вообще так как за здрасте понимаете там медведи в горах здесь лебедь видите уточка приплыла тебе нужен глаз все что-то поняла наш ловить с нами нечего это как в аркаде девочки чик просканировали и идут дальше уже неинтересно а вот это хорошая эта девочка не из аркадии то наш оттуда за нами плыла сюда при ревновала приплыла к лебедихе при риновала классный городок я не думал что здесь так может быть цивильно венгрии действительно европа построили здесь ну получается инфраструктуру хорошую для отдыхающих все чистенько все круто так что даже я думаю сюда с удовольствием можно приезжать отдыхать боль автомобилиста ну хотя есть люди которые на электричестве ездят у них такой боли нет потом будет боль менять батарейку или продавать машину и тут венгрии все как-то на доверие то есть ты сначала набрал а потом идешь оплачивать себе доверяют получается а если набрал и уехал внимание вопрос так но у меня чуть больше полубака 44 45 литров получилось посмотрим сколько это будет на деньги 3 тысячи гривен 6 тысяч рупи рублей это такое помните индийские технологии выходит еще какие-то венгерские ничем не хуже я надеюсь что нам этого бензина уже до венеции это должно хватить это было бы круто ну до того самого места осталось нам 30 минут сегодня мы едем недолго эти дожди косые дожди не спешим в принципе едем медленно 100 километров народ здесь гасает нормально 130 140 50 однако какой дождик не дерзкий пошел так но мы в хивизе городочек под названием хивиз гостиница респект посмотрите респект обладает бассейном там типа 82 доллара за две ночи получается по моим бомжи бомжатским меркам это конечно не дешево но здесь дешевле то ничего и нет здесь все так а какой-то люксовая ну с другой стороны здесь я думаю очень много вариантов таких смотрите украина весело я даже не заметил что здесь джипчик с украины а вот еще одна машинка с украины видите с одессы красотка ну что же делать сейчас будем спрашивать за ценник но вот здесь напротив тоже такие есть апартаменты здесь все сдается это понимаю посмотрите в эти апартамент такая улочка потом покажу вам город городочек но он такой очень уютный чистый прям заехали я кайфанул от него ну вот здесь находится это маленькое сравнительно озеро термальное там источники она горячая и в нем можно купаться получается и лечиться вариант очень неплохой вроде 8 евро стоит ход но посмотрите почти что шешеры наши он не хватает только гор конечно как я люблю шешеры как бы хотел туда попасть там еще и да классная и цены невысокие так ну там хозяйки зашли она немножко к это перешуганная они из украины ничего не так странно общаются вроде там есть на две ночи место неплохое но мы думаем три для того чтобы отдохнуть зашли сейчас соседние места смотрите из грузии машина стоит так прикольно то есть венгрия здесь из грузии стоит машина одна потом из украины потом из польши потом еще откуда то то есть вообще отовсюду приехали место действительно интересное судя по всему и популярное впечатление что здесь одни украинцы и русские как такое может быть какая-то деревня вообще непонятно что второй номер дали мне ключ но он дороже на 15 евро это же две ночи только дело в том что здесь праздник какой-то венгерский серьезный и все будет забито так ну вот кухонка такая два кресла кукол до две кровати в принципе прикольно там бассейн тоже есть слышите мустан когда как орет хороший джетти эти сиденья именно пластик пластиковая такая дешман но не знаю принципе я не сказал что он там намного лучше чем тот номер который за 60 евро поэтому поэтому видимо надо в тот эти если бы хотя бы три ночи чтобы не выезжать так начался дождь и здесь пошло гостеприимство понимаете то есть шепня оля тянет да давай ладно переплатим останемся здесь здесь веселее по крайней мере уже получается налили венца понимаете и все и дождь начался еще ливень как-то так гантели видите есть можно гантелями заниматься в бассейне купаться наверно не знаю посмотрим но сейчас в любом случае далеко отсюда не уйдешь из-за этого ливня придется посидеть пообщаться с людьми а потом как-то некрасиво будет отказаться что не а мы пойдем другую снимать хату но там хозяйка неприятная здесь хозяин приятный вот я так понимаю что женщина с украины мужчина с грузии еще один мужчина с россии вот такая вот страшная математика для украинского телемарафона такая неприглядная реальность